О диктатурах. На этой неделе Путин совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, также в Москве принял президента Ирана, а Лукашенко тоже посетил Объединенные Арабские Эмираты. 9 декабря он начал визит в африканские страны. Считать ли это звеньями одной цепи? Конечно, конечно. Я много раз приводил стихи губерна, российских губерна. Оно как нельзя лучше отражает существующую ситуацию в мире. Он написал, что пришел я к горестному мнению на протяжении многих лет. Вся сволочь склонна к единению, а все порядочные нет. Вот это объединение сволочей сейчас происходит прямо на наших глазах. Это прямо вот такой формируется альянс зла. Это уже не ось зла. Ось зла, ну там да, три страны. А вообще польской итальянцы, объединяющие самые отвратительные, самые кровавые режимы. И они, обратите внимание, как они общаются. Очень быстро и достаточно эффективно. Ну как так, Северная Корея может поставить миллион снарядов? А весь западный мир, вот давайте посчитаем, допустим, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, это около 50% мирового ВВП, мирового. Ну там разницы в РП, что там 46%, 45%. Засчитайте все 50%. Япония, все там еще 5% добавляют к этому мировому. Да больше какой-то 5%. 8% добавляют к этому мировому ВВП. Южной Карии еще там 2 с лишним процента. Вот еще 10%. 60%. Кто там еще из демократических стран Австралия, Новозеландия, Тайвань, Сингапур, да и так далее. Вот если добавить еще их ВВП, Израиль. 300 с лишним миллиардов, 30 миллиардов ВВП страны. Вот добавьте это все. Получается, что альянс демократии, производящий почти 70% мирового ВВП, не в состоянии оказать сопротивление или действовать так же эффективно, как страны, занимающие мизерные доли в мировом продукте. Ну как это может быть? Это означает, что чего-то не хватает. А чего не хватает? А вот не хватает вот этой политической воли. Извините, как я за непарламентское выражение, яиц не хватает. Я, к сожалению, стал много и часто употреблять словом сопряжуйство в отношении, так сказать, определенных лидеров определенных партий и стран. Но вот, к сожалению, она так и есть. Волю надо показывать, не сгибаемую. И мощь. Она есть. Ну как так можно производить 70% мирового ВВП и, так сказать, думать о том, как войну закончить чуть ли не миром. Ну вот это же невозможно. Поэтому как-то немножко это все напрягает, конечно. Объяснение, почему такая позиция Запада. Мы опять возвращаемся к тезису, что на Западе не понимают, а в случае, да, если Россия проиграет, если падет кремлевский режим, путинский режим, что дальше? Гарри Каспаров в своем недавнем интервью сказал, что в случае разгрома российской армии в Украине нет гарантии, что Россия станет демократической страной. Есть вероятность распада, что не входит в задачи США. То есть, по вашему мнению, Соединенные Штаты и Запад, он боится распада России? Да все боятся распада России, только бояться-то его не надо. Потому что, во-первых, объективно, пока, на сегодняшний день, они существуют, предпосылки, но о серьезных таких трендах на распад России не существует. Это все-таки больше хотелки, больше, так сказать, там, сотрясания воздуха и так далее. Ну, могут какие-то территории отпасть, незначительные, но это, в общем-то, в большом счете, сильно не повлияет. И то, я думаю, что на время, если Россия станет демократической страной, все захотят с ней дружить и жить вместе. Вот, а поэтому, ну, то, что в чем прав Гарри Каспаров? Гарри Каспаров прав в двух вещах, как минимум. Это то, что у Запада нет стратегии в отношении России. Ее вообще нет. Ее нет, кстати, в районе Украины. Вот, и это очень плохо, потому что непонятно, что делать дальше. А раз непонятно, что делать дальше, то непонятно, что делать и сейчас. Вот, поэтому, нужны планы, нужна стратегия в России. И об этом говорит Гарри Каспаров давно и совершенно открыто. Ну, и второй момент, это, конечно, в чем прав Гарри Кимович. Он действительно автоматической смены власти, даже в случае военного поражения, не произойдет. Вот, для этого и нужен этот план, для этого и нужна эта стратегия. То есть, одно вытекает из другого. Если не будет стратегии, четкого плана по России, автоматически власть там не сменится. Да, поражение военное серьезнейшим образом ослабит режим, приведет его к максимальной точке ослабления, вот в этот момент что-то нужно сделать будет. А если ничего не делать в этот момент, то мы полагаемся на, как говорится, на случай, на авось. Авось Путина свергнут. Авось режим рухнет. Авось это будет смертельным ударом по путинскому окружению. Ну, и так далее. Вот здесь нельзя полагаться на авось. Вот здесь почему Каспаров, в чем право главный, что не будет стратегии, не будет понимания, как заканчивать войну. А то, что Россия распадется, не распадется, ну, я пока не вижу и не верю в то, что ожидают такой фрагментарный распад России на какие-то фрагменты. Ну, понятно, что самая сложная обстановка в Тичине. Она давно тогда самая сложная. Но вот если мы берем другие территории, республики и так далее, я бы не увидел там, я пока не вижу там каких-то вот таких глубоких сепаратистских настроений. Их пока там нет. Безусловно, может произойти все, что угодно, но это все, что угодно, скорее всего, может произойти на фоне глобальной гражданской войны, когда все будут воевать против всех. Вот там может. А если мы говорим о то, что путинский режим будет там сокрушен, то совершенно не обязательно влечет с собой распад России. Совершенно не обязательно. Кстати, о Тичине. Как считаете, почему Путин в свое турне, скажем так, на Ближний Восток взял с собой Кадырова? Ну, типа, показать, что он с ним. Кадыр уже там дрожащим голосом приглашал его в Чечню. Вот. И для него важен был визит. Как уже пошутил, ну, внешние домашние посетили, что увидят, что Путин настоящий, что он не в холодильнике. Это была первая задача. Вторая была задача напомнить о своих отношениях, особых отношениях Кадырова и Путина. Эти особые отношения, как утверждают злые языки, строятся на устранении устранения политических оппонентов, убийствах, так сказать, того же Бориса Немцова и так далее. Ну, и третий вопрос, это показать своему там чеченскому угнетенному, угнетаемому народу, что по-прежнему он с Путиным, и Путин его будет поддерживать. Вот эти три задачи, которые хотел решить Кадыров визитом Путина, решает он сейчас задачей, вот решает тем, что пригласил Кадыров в поездку с собой по арабским странам, так называемым. Вот. И я думаю, что Кадыров удовлетворен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok